На Беларусь 4 программа Де Факто. Мы подводим итоги недели, вспоминаем самые громкие происшествия и чрезвычайные ситуации. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. До шести лет лишения свободы. В суде огласили приговор по делу черных риэлторов. Стреляли по колесам. В Реческом районе экипаж ДПС преследовал нетрезвого водителя, который взял машину инспекторов на таран. Выпавших аистят вернули в гнездо. Сотрудники МЧС провели самую трогательную операцию по спасению. Дожди манят грибников. Кто рискует потеряться в лесу и как не превратить тихую охоту в мероприятие по розыску, узнавали наши корреспонденты. Насилие в семье. Кто в зоне риска и какие изменения в законодательстве могут появиться в Беларуси. Репортаж Алексея Немкевича. Как перестать быть жертвой рукоприкладства и остановить мужа-тирана. Кто окажет помощь, когда дом перестал быть крепостью. Поговорим с экспертом. И начнем наш выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние семь дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. В Гомеле в результате ДТП госпитализированы пять человек. Авария произошла на улице Крупской. Водитель автомобиля Тойота не справился с управлением и столкнулся с опелем. В результате обе легковушки откинуло в сторону, одну из них на пешеходную зону. В салоне Тойоты находились семь человек. Пятеро после аварии выбрались самостоятельно, а двоим, мужчине и женщине, понадобилась помощь спасателей. Пострадавшие оказались зажаты в машине в результате удара об осветительную опору. Работники МЧС воспользовались специальным инструментом и извлекли из авто травмированных людей. Им и еще трем пассажирам понадобилась госпитализация. Водитель был пьян. Тоже Гомель, но уже улица Чечерская. Предварительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, перевернулся в своей машине водитель автомобиля Opel Vectra. Мужчина не справился с управлением. Очевидцы подбежали к месту ДТП и сняли клеммы с аккумулятора его автомобиля. С их слов, от водителя пахло алкоголем. Более 20 лет на троих суд Центрального района Гомеля огласил приговор по уголовному делу в отношении черных риэлторов. Группы людей, которые виртуозно проворачивали незаконные сделки с недвижимостью граждан. С целью сокрытия преступлений и сведения рисков к минимуму фигуранты пошли на меры конспирации. С 2010 по 2015 они обманом завладевали недвижимостью должников и одиноких людей. Под различными предлогами склоняли их к продаже имущества. Обещали на выгодных условиях найти квартиры с меньшей площадью, но на деле не выполняли обязательств. В состав группы входили несколько мужчин и женщина. Ее приговорили к шести с половиной годам лишения свободы, его к пяти. Еще один черный риэлтор находится в розыске. Открыли огонь по колесам. Житель деревни Крынки Реческого района на своей Деу Нексия проигнорировал неоднократное требование сотрудников ГАИ об остановке. А в момент приближения к автомобилю инспекторов и вовсе включил заднюю передачу, чтобы совершить столкновение с машиной ГАИ. И это ему удалось. За рулем иномарки находился ведущий зоотехник одного из сельхозпредприятий района, который был пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Очередной успех в борьбе с коррупцией в Мозере сотрудники финансовой милиции разоблачили схему закупки запчастей по завышенной стоимости и отмывания государственных средств. В недобросовестной торговле был замешан начальник технического центра ОАО «Мозрь Агропромснаб» и два руководителя частных компаний. Организации по завышенным ценам покупались запчасти. Удорожание происходило за счет наценок фирм-посредников. За год на предприятие было поставлено товаров на 73 тысячи рублей. Более 30 тысяч осело в карманах участников схемы необоснованных закупок. У главного фигуранта уголовного дела и его компаньонов изъяты три автомобиля представительского класса «Лексус», «БМВ» и «Пежо-боксер», а также сумма, эквивалентная 15 тысячам долларов США. Сотрудники МЧСа спасли аистят в Рогачевском районе. После порыва ветра обрушилась часть их гнезда, и птенцы выпали. Трогательная операция по спасению продлилась несколько десятков минут. Сначала спасатели укрепили оставшуюся на столбе часть гнезда, а затем подсадили в него трех маленьких аистят. Вскоре спасенных птенцов обласкивали уже их родители. Дожди, которые наблюдаются практически ежедневно в последние две недели, дали старт тихой охоте. Жители Гомельской области устремились в леса для сбора грибов и ягод. Полные лукошки радуют всех из-за ядлых грибников и новичков. Но в этой житейской истине существует одна математическая закономерность. Количество походов в лес часто не совпадает с количеством возвращений домой. И нынешнее лето, к сожалению, не стало исключением. Сейчас Зинаида Назаровна улыбается. Она дома, рядом ее родные сыновья. Но буквально на прошлой неделе она провела трое суток в лесу без теплой одежды и пищи. 77-летняя бабушка из древней Борщевка Жлобинского района ушла в лес 8 июля и заблудилась. Мать ушла за деревню и пошла. Я сел на машину. Поехал, посмотрел, след туда на лес пошел. Ну, поехал по следу на лес. Ну, заездил, ездил и не нашел. Начало смеркаться, а мать домой не возвращалась. Зная о слабом состоянии здоровья пенсионерки, на семейном совете было принято решение обратиться за помощью в правоохранительные органы. На розыск без вести пропавшие было задействовано порядка 35 человек органов внутренних дел, спасательный отряд «Симуран», местные жители, общественность, ну и другие преданные силы. Нами было обследовано порядка 400 гектар, болотистые места. То есть преданными силами были отработаны, обследованы лесной массив в полном объеме. Поиски продолжались трое суток. Одна группа сменяла другую. В силу своего возраста бабушка не пользовалась сотовой связью. Поэтому найти ее в этом лесном массиве была задача не из легких. На третьи сутки в районе деревни Плесовическая слободка, что в 10 километрах от Борщевки, она попала на глаза местным жителям. Женщина была слаба, ее организм обезвожен. Но главное – жива. Я пошла в лес за ягодами. И я так и шла, и заблудилась. Но ягод так не набрала, а тогда уже после набрала. В лес я хожу часто, каждый кустик я знала. И осталась переносила. Вот и все. И таких примеров с начала сезона сбора ягод и грибов в этом году уже немало. Зарегистрировано около десятка подобных обращений от родственников. К сожалению, двоих заблудших грибников нашли в лесу мертвыми. Остальных ищут до сих пор. В Ветковском районе ищут пенсионера, который уехал собирать грибы на велосипеде. Тревогу поднял сын, водитель предприятия «Веткоторг». Подключены силы милиции, МЧС и поискового отряда. В лесу может произойти что угодно. Иногда поиски осложняются тем, что люди проваливаются в ямы и их засыпают ветошью. Бывают попадают в болото или становятся жертвами укусов ядовитых змей. Тела заблудившихся и погибших могут оставаться ненайденными по несколько лет. По истечении времени даже специалистам с трудом удается установить их личность. Случается так, что пропавшие без вести долгое время находятся на открытой местности. Их останки можно идентифицировать только с помощью генетической экспертизы. Для этого нам необходимо предоставить непосредственно сами останки и биологический материал от ближайших родственников. Вероятность установления личности пропавшего без вести в таком случае составляет около 100%. За 2017 год было зарегистрировано без малого 30 фактов поиска людей, ушедших в лес за грибами и ягодами. Разыскивали всех, но не всех живыми. В милиции считают, что переубедить наших пенсионеров, являющихся старожилами местности и знающими каждый куст, весьма сложно. Но давать им рекомендации, чтобы те брали с собой средства сотовой связи, сообщали о месте сбора ягод и грибов родственникам, соседям или знакомым, нужно обязательно. И это в первую очередь задача близких, ведь искать человека всегда труднее, чем предупредить возможность его потери. Борьба с насилием в семье. Эта проблема характерна абсолютно для всех стран без исключения. Однако говорить о ней вслух не принято. Может быть потому, что до сих пор жив расхожий стереотип. Бьет, значит любит. Масштаб проблемы до того велик, что МВД выступила с новой концепцией закона, по которому в Беларуси появится новое понятие и будет увеличен список тех, кого можно будет привлечь к ответственности. Почему эта тема актуальна и кто чаще всего страдает в семье? В репортаже Алексея Немкевича. Он избивал ее, а она боялась за своих детей, терпела и молчала. Очередная история из этой серии произошла в Гомельской области. Молодая женщина не только не писала заявления в милицию, но и всячески отрицала любые факты насилия в семье. Муж, чувствуя безнаказанность, с каждым разом бил ее все сильнее. В итоге тяжкие телесные и смерть. В ходе следствия на суде обвиняемый не признавал себя виновным в совершенном преступлении, не раскаялся, пояснял о том, что будет у него штраф или исправительная работа, несмотря на тяру совершенного преступления. Однако суд приговорил его к 11 годам, 2 месяцам лишения свободы первоначально. После обжалования в вышедшем суде приговор обвиняемым, суд приговорил его к 12 годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по несооружению смерти потерпевшего. А вот еще одна история, финал которой не менее трагичен. В декабре прошлого года в Светлогорскую больницу позвонил пенсионер, сообщивший об убийстве. По его словам, к нему в дом ворвались двое неизвестных, которые убили жену, а его самого пытали током и ножом. Прибывшие следователи поставили под сомнение голливудскую историю. Когда стали детально вдаваться в подробности, пришли к выводу, что, скорее всего, непосредственно причастным к данному происшествию, к убийству женщины, может быть, он сам, а история там может быть выдуманной. И в процессе буквально работы ближайших двух-трех дней эта мысль укрепилась. Как позже выяснилось, чутью не подвело правоохранителей. Дедушка и впрямь все сочинил. Именно он убил свою супругу, а затем хотел покончить с собой. Совал вилку в розетку и ударил себя ножом. Когда это не принесло желаемого результата, позвонил в больницу. В процессе выяснилось, что причина была банально бытовая. Начались какие-то упреки в трате денег. У кого-то повыше, у кого-то поменьше. Кто-то стал жадничать. В результате медленно накопившейся конфликтной ситуации и произошло это происшествие. В большинстве случаев, и об этом говорит статистика, тяжкие преступления совершают мужчины. Практически 80% бытовых убийств и более 70% тяжких телесных повреждений. В 83% случаев это происходит в состоянии алкогольного опьянения. Согласно последним исследованиям, каждая третья женщина в Беларуси страдает от физического насилия в семье. Из них лишь 30% обращаются за помощью. Осуждение, косые взгляды, страх. О фактах домашнего насилия у нас не принято говорить вслух. Зачастую единственно доступным средством остается телефон. В нашей стране по номеру 8801-108-801 можно получить консультацию у психолога или юриста. Помощь абсолютно бесплатная. Вы позвонили на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия. К нам в редакцию попал фрагмент записи, размещенной в интернете, беседы с женщинами и детьми, пережившими насилие в семье. Все героини, участницы программы психологической, социальной и юридической поддержки. К причине вы обратились вообще в милицию? Избил и пытался изнащить. Кто? Отчет. Родной? Да. Ты хочешь его наказать? Она хочет вообще отказываться. Она мне сказала, мама, я никогда жить не буду, я не хочу вообще знать. Хочу отказаться от его. Понимаете, пошло бы. А терпим это давно. Вика вообще еще до меня терпела это еще. Утром маленькой я была. В этом году МВД предлагает концепцию закона, по которому у нас в стране появится понятие экономическое насилие, преследование, домогательство, а список тех, кого можно обвинить в домашнем насилии, будет расширен. Ведомство также предлагает революционное для Беларуси новшество – официально запретить бить детей. Насколько данная мера станет эффективной, покажет время. Алексей Немкевич, Александр Харлампов, специально для программы «Дефакто». Продолжая тему, следует не забывать о следующих вещах. Личная неприкосновенность и безопасность являются неотъемлемым правом любого человека. И абсолютно все люди рождаются свободными и равными в своих правах. Так почему некоторые из них позволяют себе проявлять насилие по отношению к близким и как этому можно противостоять? Поговорим со старшим помощником прокурора Гомельской области по надзору за исполнением законодательства о профилактике преступлений и иных правонарушений Татьяной Жизневской. Татьяна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Так кто же у нас в стране чаще всего становится жертвой домашнего насилия? Домашнее насилие – проблема действительно серьезная. Об актуальности можно судить о количестве поступающих в органы внутренних дел сообщений о фактах семейных скандалов. А в час их поступает примерно два. А также о количестве совершенных тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, убийства, умышленное причинение тяжких телесных повреждений. В текущем году на территории Гомельской области фактически каждое третье убийство совершено в сфере семейно-бытовых отношений. Одной из причин, как показывает анализ и практика, одной из причин совершения этих преступлений, а также этих происходящих семейных конфликтов, является, остается, увы, является пьянство и алкоголизм, трудовая незанятость, бытовая неустроенность. Увы, но данная проблема, она носит латентный характер. Не каждый человек открыто будет говорить о своей беде. То есть мы просто привыкли терпеть, да, терпеть, нас бьют, мы терпим, нас унижают, мы терпим. И в какой-то момент все это уже просто переходит в черту и превращается в что-то страшное. Увы, да. Вызывает серьезную обеспокоенность, когда после наступления неотвратимых трагических последствий устанавливаются факты, что данному преступлению, данному происшествию способствовала длительная, достаточно длительная ситуация, психотравмирующая ситуация в семье. Это систематические семейные скандалы, которые сопровождались применением физического насилия, высказыванием угроз физической расправы и иными совершением правонарушений со стороны семейных агрессоров. Всем этим вот явлениям подвергаются кто чаще всего? Женщины? Чаще всего женщины. Женщины годами могут терпеть и молчать, но также становятся жертвами и мужчины. Но в основном это мужчины пожилого возраста, дедушки, которых избивают их внуки и дети. Даже такое бывает. Встречаются, увы, и такие случаи, да. Но нередко жертвами насилия становятся дети. К детям применяется также как физическое, так и психическое насилие. Физическое насилие в отношении ребенка. Ведь часто родитель говорит, я просто его в целях воспитания ударил. Физическое насилие в отношении ребенка – это преднамеренное физическое повреждение, которое повлекло наступление тяжких последствий. Либо которое требует оказания медицинской помощи. Психическое насилие в отношении детей, оскорбление, угрозы, унижение ребенка. А также это чрезмерное требование выполнения каких-то действий, которые явно ребенок в силу своего возраста не может выполнить. Но такие трагедии можно предотвратить. К этой теме насилия по отношению детей мы еще вернемся. Давайте поговорим о женщинах. Почему они терпят? В силу каких обстоятельств они обращаются за помощью в компетентные органы? Как правило, это материальная, либо иная какая-то зависимость от супруга. А также страх. Страх физической расправы со стороны супруга, сожителя, члена семьи, с которым она проживает. А как результат этого семейный агрессор, чувствуя свою безнаказанность… Продолжает это делать. Продолжает это делать, совершенно верно. И в конечном итоге это приводит к наступлению, как я уже говорила, трагических последствий. Но агрессор может также и угрожать. То попробуй ты заяви, и завтра ты уже перестанешь дышать, например. По данным… Стоит ли этого бояться? Или все-таки стоит действительно предпринимать шаги? Не стоит этого бояться. Я бы хотела вернуться именно к причинам, которые способствуют совершению вообще возникновению этих конфликтов, семейных конфликтов. Все-таки это алкоголизм. Что касается правовых, гражданско-правовых средств профилактики пьянства, это обращение в суд с заявлением об ограничении в дееспособности лица, злоупотребляющего спиртными напитками и ставящих свои семьи в тяжелое материальное положение. А также такая мера, как направление этих лиц для лечения в лечебно-трудовые профилактории. Данные меры являются действенными, что касается профилактики семейного насилия. Когда устанавливаются факты, что лицо, пострадавшее от насилия в семье, находится в материальной, либо иной какой-то зависимости, либо боится физической расправы со стороны семейного дебошира, прокурор вправе в отсутствии заявления лица пострадавшего возбудить уголовное дело, начать административный процесс для привлечения к ответственности семейного агрессора, чтобы это как-то предупредить дальнейшее, дальнейшее более тяжкие преступления, ну а возможно и как средство предупреждения дальнейших вообще семейных конфликтов. Первое, куда должна обратиться жертва? В настоящее время у нас много средств, куда может обратиться жертва, ведь не всегда человек может обратиться сразу в милицию, и не то что может, а готов, готов обратиться в милицию. Законом Республики Беларусь о профилактике правонарушений предусмотрен у нас достаточно широкий круг субъектов профилактики. Существует у нас в каждом регионе Гомельской области при территориальных центрах социального обслуживания населения созданы кризисные комнаты. Куда в праве пострадавший от семейного насилия, где человек такой может найти временный приют для того, чтобы как-то обдумать, что делать дальше, как поступить и избежать наступления трагических последствий. На сайтах райисполкомов в сети интернет, на каждом сайте каждого райисполкома имеется информация, по какому телефону и к кому может обратиться пострадавший от семейного насилия. Будь то женщина, будь то мужчина, будь то ребенок. Также одной из действенных мер при обращении в милицию, а сотрудники милиции у нас сейчас достаточно оперативно работают и реагируют на такие сообщения, ведь каждое сообщение по линии 102 записывается, выбывая на конфликт принимают меры. Одной из действенных мер профилактики семейного насилия является вынесение органами внутренних дел защитных предписаний, в том числе обязывающих семейного дебошира покинуть на определенный срок жилище совместное с потерпевшим, а также распоряжаться общей совместной собственностью. Значит, насилие в семье тоже один из факторов, по которому дети могут оказаться в социально опасном положении. Стоит ли этого бояться и как все-таки обезопасить наших детей? Не стоит бояться. Ничего страшного в том, что вдруг семью ребенка несовершеннолетнего признают находящимся в социально опасном положении, ничего страшного в этом нет. Некоторым, наоборот, я знаю истории, когда именно такая постановка дел явилась толчком для работы над собой. И люди выходили из ситуации быстрее, нежели они могли бы самостоятельно это сделать. Абсолютно правильно. Ведь здесь же ребенок может быть признан находящимся в социально опасном положении не только когда родители, ненадлежащие, воспитывают его, применяют физическое насилие, либо злоупотребляют спиртными напитками, либо каким-то своим поведением они негативно влияют на ребенка. Не только это. Но ведь иногда бывают случаи, когда родители, возможно, в силу даже каких-то определенных обстоятельств, той же чрезмерной любви к своему ребенку, они не видят и не понимают, что ребенку нужна помощь. К примеру, когда дети просто вот где-то в силу своей шалости, непонимания уходят из дома, уходят из дома, это опасность для маленьких детей, для несовершеннолетних детей. Они, возможно, этого не понимают. Родители об этом умалчивать тоже нельзя, поскольку ведь ребенок может попасть не в ту компанию, а в много других факторов, представляющих угрозу его жизни. Татьяна Викторовна, спасибо вам большое за конструктивный разговор. Хотелось бы сказать, рукоприкладство терпеть нельзя. Если простить первый удар, второй, то, как показывает практика, интенсивность их увеличивается и приводит к наступлению неотвратимых трагических последствий. В студии программы «Де-факто» вместе со старшим помощником прокурора Гомельской области по надзору за исполнением законодательства о профилактике преступлений и иных правонарушений Татьяной Жизневской мы обсуждали тему профилактики насилия в семье. И в завершении программы по традиции рубрика «Я очевидец». Вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов людей со всего мира. Пожар – зрелище, конечно, увлекательное, но подходить слишком близко все же не стоит, потому что иногда бывает и вот так. Снято очевидцем из Индии, который вместе с другими людьми захотел поглазеть на горящий грузовик. Вот только в его прицепе оказались химикаты. Они и взорвались, да так, что в воздух поднялся огненный шар, похожий на небольшой ядерный гриб. Мощный взрыв прогремел на автозаправке в Колумбии. Бензоколонка взорвалась и разлетелась на куски. В момент хлопка рядом с колонкой стояли два автомобиля. Их засыпало обломками. Водителей отбросило в сторону. По предварительной версии следователей вспыхнули скопившиеся бензиновые пары. Несмотря на то, что взрыв был мощным, местные власти заявляют, что обошлось без пострадавших. А вот машины, скорее всего, восстановить уже не удастся. А в Забайкале из-за паводка рухнул местный мост. Это кадры обрушения фрагмента автомобильного моста на трассе Чита-Хабаровск. Конструкцию настолько потрепал поток воды, что она, в конце концов, просто не выдержала и развалилась на куски. В итоге образовалась пропасть шириной более 20 метров там, где еще недавно можно было спокойно проехать. Сам мост, разумеется, перекрыли и организовали объезд аварийного участка. Обрушение торгового центра в Мексике попало в объектив камеры наружного наблюдения. ЧП произошло в городе Мехико. Вначале посыпалось стекло и практически сразу обвалилось все здание. Торговый центр работал. В момент чрезвычайного происшествия там могли находиться люди. Очевидцы рассказали, что услышали громкий треск. Сотрудники поспешили эвакуировать посетителей. Заблаговременно остановили и движение по шоссе, на которое упала часть стен. Сейчас специалисты разбираются в причинах обрушения. В качестве версии рассматривают неподходящую для такой нагрузки почву и ошибки в проектировании. В Екатеринбурге трамвай пронесся по городу без вагоновожатого. Она пыталась остановить транспорт, но едва ли это было возможно. Неуправляемый вагон без водителя разогнался в считанные минуты и укатил далеко вперед. Попытки руками задержать машину не увенчались успехом. В результате трамвай догнал другой вагон, чудом не сбив никого по пути. Как выяснилось, вагоновожатая вышла перевести стрелки, и как раз в этот момент транспорт и покатился. А это кадры из Китая, на которых запечатлен момент, как на мужчину рухнул грузовик. Рабочие решили эвакуировать забуксовавший мусоровоз с помощью подъемного крана. Поначалу все шло по плану. Зафиксировали несколько тросов и подняли машину в воздух. Однако крановщик никак не мог развернуть грузовик в нужную сторону. И тут на помощь решили прийти его коллеги. Попробовали своими силами подтолкнуть транспортное средство. Тут-то один из тросов и оборвался, а сам мусоровоз рухнул прямо на рабочего. Выжил ли он, не сообщается. Но даже если и так, то без серьезных травм вряд ли обошлось. Орел напал на ребенка в Киргизии. Птица налетела на девочку, когда та случайно забрела на площадку для показательных выступлений крылатых хищников. Увидев ребенка, орел издал крик, налетел на девочку, сбил ее с ног, начал царапать когтями и клевать. На помощь вовремя подоспели заводчики пернатых. Им удалось оттащить орла от девочки, в которую тот намертво вцепился своими когтями. Пришлось накладывать швы на спину, руки и голову. Ну а случилось все во время этнофестиваля в западной части страны. Водяной смерч напугал рыбаков в Черном море. Это природное явление заставило изрядно понервничать команду траулера, которая оказалась на пути у разрушительного вихря. Кадры сделаны недалеко от Геленджика. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова